Библиотека номер 18 Северного округа в год 190-летия Гидрометслужбы России предлагает вам познакомиться с книгой для детей младшего школьного возраста «Погода, что размокропогодилась. Записки метеоролога». Её автор – заслуженный метеоролог Российской Федерации, член Русского географического общества Ирина Александровна Паромова. Идея возникла совершенно у меня спонтанно. В 2012 году, когда мы готовили большую книгу о гидрометслужбе, ну и появилось тут время и решила, собственно говоря, упорядочить свои записи. Потому что раньше было принято так, что специалистов в различных областях знаний приглашали в школу учителя. Это было сказано на собрании, говорили. И теперь каждый в качестве профориентации детям приходили и рассказывали, кто где работает, кто кем. И причём это занятие такое, профориентация, начиналось где-то с первого класса. Ну, в общем, кто во что гораст. Ну и вот поскольку я всю жизнь занималась в гидрометслужбе, меня попросили рассказать о погоде. Но делая это своё, очень любила. Поэтому всю жизнь, сколько у меня ещё с института, ну, как говорят о погоде, знают все и говорят все. Поэтому всю жизнь собирались пословицы, поговорки, приметы. И вот в 2014 году решила эти записи. Они были у меня даже в рукописном варианте. Ну, здесь у меня уже внучка пошла в первый класс. Я решила те записи, которые я использовала для сына, значит, обнародовать и как-то придать им какую-то законченность. Вот обратилась, значит, добавила там данные по Архангельской области, поскольку всю жизнь к тому времени проработала в гидрометцентре. Вот, по каждому месяцу, по сезонам года. И передала в издательство, в Праде Севера, показать. Просто показать. Елена Александровна Симонова, тогда главный редактор, была. Она говорит, а давайте, говорит, издадим. Для меня это было удивление, конечно. И, значит, ну, а почему бы и нет? И попробовала. Мы достаточно быстро, в общем-то, составили макет этой книги. Я очень благодарна Маше Антоновой, которая послужила, значит, художником, оформителем. И, значит, книга уже сейчас второе издание, но ей придумана была обложка, связанная, конечно, с листопадом. Наверное, потому что это было осенью, поэтому это было, так сказать, на поверхности. Вот, пришлось подумать о заглаве книги. Хотелось что-то необычного. Потому что, ну, о погоде, во-первых, так сказать, я как специалист не могу сказать, что, значит, всё о погоде. То есть о погоде мы всё никогда о природе не напишем. А поскольку для детей, то вот есть такая, значит, поговорка. Погода размокропогодилась. Вот, и добавив несколько, так сказать, изменив эту поговорку, получилось такое название. О погоде. Что размокропогодилась. А Маша придумала вот мало того, что, значит, обложку, она придумала совершенно очаровательного, не шутку. Акварелькой прорисовала каждую страничку этой книги. Что, конечно, отличает её выгодно от многих книжек. И вот этот мешутка, который на каждой странице, в зависимости от сезона года, то он клубничку есть, то он цветочки собирает, то он, значит, картошку собирает и так далее. И здесь он как бы в разных хипостасиях и на санках катается, и снеговика лепит, и всё, он совершенно разный. Это, так сказать, и очень трогательно. Ну вот мы здесь помимо, значит, явлений природы говорим вот о наблюдённых явлениях. Вот, например, радуга. Ну, здесь очень очаровательная мишка. Маша изобразила его, как он катается на этой радуге. Так сказать, и здесь сразу несколько вот для этого. Во-первых, что такое? Во-первых, загадка, обращаясь к детям. Красное коромысло над рекой повисло. Что это? Ну, радуга, как правило, дети говорят хором. И дальше то, что, возможно, некоторые не очень знают. Радуга изумичена явлением природы. Древние греки называли её мостом между миром богов и людей. Славяне же полагали, что радуга сначала пьёт воду из водоёма, а потом проливают её дождём на Землю. Радуга – это и как оптическое явление, это спутника дождя, и, как правило, она появляется на мире после дождя или во время. Это случается, если солнце светит сквозь ещё падающий дождь. То есть как бы здесь немножко и физическое явление солнца, и обычно явление радуги. И обычно детям, когда говорят, вы заметили, с какой стороны солнце, с какой радуга. Так сказать, это обязательно хочется сказать, что когда видишь радугу, есть замечательная примета, пробежишь, так сказать, под ней, то есть желание все исполнится. Но ещё никому не удавалось пройти. Бежишь, бежишь, а радуга тут впереди, тоже сзади. Так сказать. И здесь то, что мы как бы все знаем. Обычно радуга – это семицветная дуга с угловым радиусом 42. Это, так сказать, градусы для старших. А вот последует цветом радуги вы наверняка каждый назовёте. Дети, как правило, хором называют, потому что все, значит, это знают. Ведь вы же должны знать фразу, в которой первая буква каждого слова указывает на соответствующий цвет. Каждый охотник желает знать, где сидит в хазам. Значит, книжка эта понравилась. Обратился ко мне в юбилей гидромисслужбы. Сейчас 190, на 185 лет. Александр Иванович Педерецкий, руководитель, тогда секретарь. Значит, и обратился, говорит, Александр Иванович, давайте переиздадим вашу книжку за счёт, вот, гидрометерологического общества. То есть, поскольку макет был готов почти, но Маша его переделала. Поэтому здесь более насыщенная обложка. В эту новую версию были дополнительно к той информации. Ну, во-первых, так сказать, Александр Иванович подписал обращение к читателю. И было добавлено несколько разделов. Но прежде всего это ребусы. Дело в том, что я с этой книжкой в своё время выходила практически во все библиотеки. То есть, презентация этой книжки, с рассказом вот о погоде. Так сказать, меня тут приглашали. И в качестве примера мы с ребятами, значит, отгадывали загадки, которые были, и ребусы. Юлечка это, в общем-то, как бы уже два издания выдержала. Ну, силы будут, может быть, ещё что-нибудь придумаем. Но пользуется интересом таким не только для детей, но, как выяснилось, и для взрослых. И вообще, в 2014 году, вот на конкурсе нашего знаменитого «Белый июнь», сейчас он имеет название, в 2014 году она получила приз как лучшая книга для чтения семьи. И действительно, её очень удобно читать всей семьёй. Некоторые друзья и подруги говорили, что, ну, вот, наконец-то разобралась погода. И, говорят, она, конечно, смогла что-то объяснить своему ребёнку. И это, наверное, самая высокая награда, хотя большого писательского ума, что называется, может быть, и не требуется, так сказать. И я в этом плане не считаю себя писателем, автором. Я, скорее, вот, как бы сборной такой, вот, аккумулирую, так сказать, те знания, которые удалось мне узнать, как бы через призму своего опыта работы в гидромедслужбе. Поэтому вот получилась такая книжонка, которая, в общем-то, согревает меня уже очень долго. И думаю, что будет радовать и ребят, которые обратят внимание на природу, на погоду, так сказать. Однажды, в общем-то, в начале века было сказано, что наибольший рывок получат те науки, которые лежат на стыке наук. И вот метеорология – это как раз на стыке географии, физики атмосферы, математики и так далее. Поэтому она развивается, развивается в рамках современных технологий, развивается с учетом расширения возможностей технических и так далее. Но вот народные приметы и вот как бы поверье, которые существуют, они как бы в нашей жизни каждый день. То есть это то, что мы… То погода, с чего мы начинаем день и с чем заканчиваем. С прогноза погоды, чем одеться, как выглядеть, как настроение будет зависимое от солнца. Поэтому я считаю, что вот пусть дети привыкают вот к хорошему, теплому и святому. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...